Музыка Широкие реки, густые леса и черное золото, расшитые вручную кокошники и расклеенные стразами сваровские юбки. Коллекцию пробуждения автор создавала, чтобы в одежде отразить природу родного Междуреченска и всего края. В Барнауле эти платья увидели впервые. Эта коллекция полностью олицетворяет наш родной край, наш Кузбасс. В нашем крае есть бесконечная тайга, густая, непроходимая. И вот это платье олицетворяет именно тайгу. Также наш край славится чистой водой, кристальной. И также, конечно, богатство недр – это уголь. На Estet Fashion Week в Москве, когда мы презентовали эту коллекцию, московский зритель это понял, прочувствовал. Вместе с платьями почти 40 дизайнеров привезли своих моделей, по меркам которых и шили наряды. У меня опыт модели пять лет уже. Я была достаточно раз на показах. И в будущем, конечно же, буду моделью планировать. Авторские находки оценивали шесть членов юрии – именитые дизайнеры и создатели брендов одежды. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях. Это пять выходов на подиум и пять коллекций. Коллекции абсолютно разные. Мы на подиуме можем увидеть костюмы этно, выполненные из натуральных тканей. Также мы можем увидеть коллекцию прет-а-порте, которые выполнены из носибельной пулей ткани, одежда интересная. Также мы можем увидеть красивые бальные платья, которые поратуют глаз и удивят всех зрителей. Кроме разнообразных женских, на подиуме представили подростковые и детские коллекции, а также одежду в военной стилистике. И если жюри выбирало лучшего по строгим критериям, то зрители просто наслаждались эстетикой показа. Конкурс среди дизайнеров – лишь один из элементов трехдневной программы «Недели моды». Хотя организаторы надеются, что в будущем это модное событие будет длиться действительно неделю, а участников будет еще больше. Дарья Ирошина, Алексей Фризин. День с толком.